МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Бэлла. Предпосылок основных, на самом деле, несколько. Это, в первую очередь, семья. То есть функции определенной у семьи могут не выполняться. Разного формата, их несколько функций, но, в принципе, основную часть в семье человек получает предрасположенных к зависимости. Есть генетическая тоже и характер ребенка по ходу взросления его. Это основные три аспекта, которые влияют на формирование зависимости у ребенка изначально и у подростка в дальнейшем, по ходу его взросления, становления в жизни. Какой характер должен быть у подростка, чтобы он пристрастился к этому? Ну, если именно о характере мы говорим, это добрые, мягкотелые, знаете, которые отказать не могут, им просто, в принципе, какой-то интерес возникает, да, по ходу жизни, и они не могут нет сказать. Или же навязывание обществу. Это, в общем-то, такие. Либо импульсивные через чур, либо те, которые не могут отказать просто. Два варианта примерно такие. Что касается наследственности, тут много спорных моментов. Одни ученые говорят, что наследственность не играет большие роли, другие наоборот. Ваше мнение? Мнение просто зачастую, если рассматривать саму наследственность просто как факт, это один из возможных вариантов просто развития событий. Не факт, что он, допустим, у одного подростка он сыграет к формированию, то есть он может быть предрасположен, но так и не попробовать никогда. Но если человек прикоснется уже к этому один раз, тут уже генетика сыграет. Вот как можно понять, что подросток, ваш близкий человек употребляет запрещенные вещества? Скрытность. Это появление скрытности у ребенка. В принципе, это может быть до употребления еще в первый раз. То есть он начинает вести какой-то асоциальный образ жизни. Ребенок так или иначе понимает, что плохо, что хорошо, что делать можно, что нельзя. Там прогулы элементарные уроков, он начинает скрывать, что-то исправлять потихоньку, потихоньку это вырастает все к тому, что человек начинает общаться с людьми, которые употребляют, ну да, там могут в школьном возрасте сигареты, там может быть выпить что-то. Есть дети, которые, опять же, это в семье все. Жесткая какая-то семья, он начинает обманывать, лгать. Контроль какой-то излишний, он начинает это все скрывать. Единственное, душно у него это где-нибудь погулять в таком обществе, понаходиться в обществе, где он может быть собой, в общем и целом. И свое «я» он скрывает дома, избегает каких-то контактов с мамой, с папой, с братьями, с сестрами и так, без разницы. Он начинает избегать. И по ходу дела у него появляются новые интересы какие-то, да, которые уже он понимает, что они, ну, никак он не объяснит дома, в принципе, свой интерес какой-то новый. И он начинает избеганием, путем там, от реальности, да, таким способом он уходит от реальности, в которой он находится. В принципе, скрытность – это основной фактор. Но потом, когда он уже начинает употреблять, состояние, естественно. Родитель, каждый понимает, просто родителю важно посмотреть честно на этот вопрос. Именно понять, ну, действительно, ребенок мой в каком-то состоянии пришел. Не в обычном, ну, такого не может происходить, да, просто так. И несколько факторов сопоставить, уже можно сделать вывод, что ваш ребенок употребляет. Это сразу видно? Да. Просто, я же говорю, тяжело родителю честно посмотреть на это. Он начинает оправдывать ребенка, начинает находить какие-то другие варианты, плохо стало, что-то еще, ну, сами понимаете, да. Каждый родитель это поймет, о чем я сейчас говорю. Важно честно просто посмотреть. И на начальных этапах это легче намного остановить, чем когда уже круг закрутится. Ну, что делать, если уже столкнулись с такой проблемой? В зависимости от этапа. Там тоже есть несколько этапов, когда человек в зависимости уже находится. Первое – это наркотик его друг. Это, в принципе, эпизодическое употребление, да, ему удовольствие это приносит. Наркотик – хозяин, второй этап. Это когда человек уже не может без наркотика. В принципе, ему для нормальной функции в жизни нужен наркотик. Каждый день? Это уже, да, систематическое употребление. Может быть, не каждый день, но день через день – это уже система тоже. И третий – это уже наркотик, когда враг. Ты уже сделать ничего не можешь, по сути. Но и употреблять, не употреблять, точнее, не можешь. Вот в зависимости от этапа. На первом этапе, я думаю, еще такой подростковый более возраст будет. Вообще важно на любом этапе даже ограничить вообще какие-то ресурсы для своего близкого человека. Не спонсировать его употребление, в принципе, никакими образами. Не то чтобы финансово даже. Даже элементарно то, что он дома находится, это уже есть спонсорство какое-то. Он знает, что он сегодня может прийти домой, отоспаться, что его там ждут, что завтра так или иначе ему где-то помогут. Просто обрывайте. Это тяжело, это больно, это, безусловно, трудно очень сделать. Но тем самым вы ему поможете. Нужно, в первую очередь, оборвать какое-либо вообще спонсирование его зависимости. Потому что человек, когда находится в этом кругу замкнутом, он уже не размышляет логически, нормально. То есть здравомыслия отсутствует вообще у человека. А есть ли какая-то информация, вот вы сказали об этапах. На разных этапах как это происходит? Когда вдруг наркотик, это весело, все воспринимается весело. Это воспринимается как что-то со знаком плюс в общем и целом. Я не ощущаю проблему еще. Он мне помогает в каких-то моих вопросах. Когда он мой хозяин, это уже появление абстиненции, в простонародье ломка. Это уже такой этап, где уже в принципе, чтобы функционировать нормально, мне нужен этот наркотик. Я не то, что он мне помогает, мне для обычных каких-то действий он уже нужен, просто необходим. И третий этап, когда я уже... Жизненно необходимый. Да, да, обязательно. То есть я не могу элементарные вопросы какие-то решать даже просто. Поговорить с человеком тяжело просто. Почему? Потому что я себя ощущаю дискомфортно. Мне плохо, как физически, так и психологически давление оказывается. Третий этап, это уже знаете, безвыходность. И с ним не можешь, и без не можешь. И делать не знаешь, что. И тяжело тоже, опять же, много всяких психологических факторов влияют, которые не дают самому себе тоже посмотреть на это честно. Понять, что у меня проблемы, что мне нужно обратиться за помощью, что я сам не справляюсь. Но человек все равно так или иначе, он ощущает эту безвыходность. И тяжело что-либо с этим сделать. Я бы хотела еще спросить, есть ли различие, зависимость от алкоголя и от наркотиков? На самом деле нет. Ну, именно в формировании или поступках нет. Есть. Отличие будет в чем? Воздействие на мозг, возможно, физические какие-то последствия. Но в общем и целом как таковой разницы нет. Что то зависимость, что это зависимость. Избавиться можно от этого навсегда? Можно. Есть несколько методов, да. Человек, когда уже столкнулся с проблемой, можно попробовать разными способами. Есть определенные группы самопомощи. Люди, столкнувшиеся с этой проблемой. Советуют, в каком порядке это делать? Посетить эти группы. Люди с опытом уже выздоровления, это называется в общем и целом от зависимости, они делятся там своими проблемами, то, как они решали это и решают по сей день. Люди, у которых там уже несколько лет трезвости, которые кардинально свою жизнь изменили. Это первое. Второе, это можно лечь в открытое учреждение какое-то, да, зашел, вышел, спокойно, реабилитационный центр. Но человек как сам туда приезжает, так сам может и уехать. Его желание тут должно быть. Да, это второй этап. Ну, то есть, первый, если не получилось через эту группу, он может посетить такой реабилитационный центр. На третьем этапе, если у него ни там, ни там не получилось, уже лучше закрытое учреждение использовать, где так или иначе у него не будет возможности выхода. Почему? Потому что не справился он и там, и там. У него была такая возможность, он не справился. Была возможность, когда полноценно он был открыт к социальной жизни, да, и он не справляется с этим. Реабилитационный центр, в принципе, помогает тем, что нет забот каких-либо сторонних. Есть я, моя проблема, я решаю ее. Все. Если он не справился в тех двух историях, то навряд ли он сможет еще раз попробовать и это исправится. Ну что ж, я благодарю вас за полезную информацию и будем надеяться, что эта проблема будет решаться. Вам спасибо. И чтобы как можно меньше людей, молодых, пробовали. Да. Вам спасибо. Спасибо.